Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. Правительство на заседании 19 января утвердило новый индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 22-23 годы. План включает мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, продвижения демократических ценностей и развития исследовательской сферы передает Ньюсмейкер. Роль этого сотрудничества, абсолютно необходимого для нашей страны, заключается в том, чтобы принести пользу гражданам Молдовы, укрепить госинституты в области безопасности и обороны, способствуя достижению цели, оставаться фактором стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел и евроинтеграции по ПЭСКУ. В плане отмечено, что Молдова будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности, о ситуации в регионе, а также о продвижении реформ, особенно тех, которые связаны с политикой эффективного госуправления, гендерной инклюзивности и модернизацией сектора безопасности и обороны. Отдельно в плане выделено решение преднестровского вопроса, в нем говорится о необходимости активизации переговоров в формате 5 плюс 2 и о выводе российских войск с территории Молдовы. Что касается военной сферы, то национальная армия продолжит участие в миротворческой миссии в Косово. Также будут проводиться ежегодная подготовка и откомандирования офицеров и военных наблюдателей в международные миротворческие миссии под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ, в которых участвует Молдова. «Этим документом мы способствуем достижению целей модернизации нацармии в соответствии с изменениями и требованиями в сфере безопасности, чтобы противостоять новым вызовам. В частности, мы ускорим реформу пограничной полиции и подразделений карабинеров», — сказал Папеску. Кроме этого, в индивидуальном плане отмечены мероприятия борьбы с терроризмом и киберпреступностью. Впервые индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО парламент разработал и принял в 2006-м. Кроме того, у нового вице-премьера по реинтеграции Серебряна, который будет отвечать за преднестровское урегулирование, богатое политическое и дипломатическое прошлое, он был и лидером партии, и депутатом, и послом. И неоднократно публично высказывал свое мнение по тем или иным вопросам, включая преднестровский конфликт. НМ собрал самые яркие высказывания Серебряна у Приднестровья и не только. Российские войска в 2003-м, социал-либеральная партия, возглавляемая Серебряном, организовала сбор подписей за инициативу ОБСЕ о вводе в Приднестровье миротворческих сил под эгидой Евросоюза. Позднее, будучи депутатом парламента от Демпартии, Серебрян призвал называть вещи своими именами, когда речь идет о российском контингенте в Приднестровье. Многие используют эфемизм, говоря об иностранных войсках, вместо того, чтобы прямо сказать «российские войска» — это перебор с дипломатическим тактом. Статус Приднестровья. Партия Серебряны была против федерализации Молдовы как варианта решения преднестровского вопроса. Он считал, что федерация из трех субъектов противоречит интересам Кишинева. Единственной приемлемой формой федерации Серебрян считал предоставление статуса субъекта федерации 11 регионам Молдовы. Но наилучшим решением вопроса Серебрян считал предоставление Приднестровью широкой автономии в рамках Единой Молдовы. В 2018-м, когда Кишинев настаивал на включении в повестку переговоров вопросов из так называемой «третьей корзины», включая вопросы политорегулирования и статус Приднестровья, Серебрян сказал, что в этом вопросе он не оптимист. «Я не оптимист в том, что касается возможного достижения этих целей в ближайшем будущем». Фактор России. В 2010 году Серебрян сказал, что преднестровский конфликт приблизится к разрешению, если Россия будет заинтересована доказать западным партнерам определенную открытость. В интервью Европа Либерия в январе этого года Серебрян отметил, что еще в 2003-м, когда появился меморандум Казака, говорили, что Москва хочет показать пример разрешения конфликта. Впоследствии этот опыт могли перенести на Грузию, затем на Украину. Но, конечно, наиболее заинтересованы в урегулировании Приднестровского конфликта не русские, не украинцы, не ОБСЕ, а мы. И нам предстоит выяснить, какие для этого есть пути. Потому что то, что действовало в 2003 или 2005 году, не действует сегодня. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.